Как получать обратную связь от ваших клиентов? Значит, я буду смотреть на вас почаще. Хорошо. Ну, коротко о нас. Что такое вовс имплант? Сегодня будут многие мои коллеги рассказывать о нас разные фишки, но в целом мы это коммуникационная платформа, сделанная в облаке. И наше ключевое свойство это ядро WorkJS Engine, который объединил порядка 30 микросервисов, которые позволяют вам автоматизировать любые задачи с голосом, текстом и видеоинформацией. Мы собрали лучших синтезов речи, мы собрали лучших распознавателей речи, мы встроили аналитику в платформу, то есть в принципе с вовс имплантом можно сделать любую задачу, которая так или иначе стоит перед вами при обработке голоса, текста или видео. Давайте подумаем о росте и о том, какие вообще факторы влияют на рост продаж. Ну, раз уж мы при e-commerce, нам нужно подумать и о факторах. Сегодня будем говорить о лояльных клиентах и о том, как их измерять. Но есть такие факторы, как маркетинг. Маркетинг, по сути, это ваш оборот, который заставляет вас, точнее, это деньги вынятые из вашего оборота, которые заставляют вас компенсировать выпадание выручки, выпадание клиентской базы, уменьшение динамики роста клиентской базы и так далее. Все, что у вас падает в метриках, вы компенсируете выкладками в маркетинг. По сути, вы даете оборотные средства сторонним компаниям, рекламным сетям, социальным сетям, рекламным агентствам. Третий важный фактор – это ситуация на рынке. Давайте посмотрим, что же происходит с Россией. В принципе, мы все люди прилично одеты, хорошо выглядящие, но мы все находимся в состоянии потребления иностранных товаров, и поэтому покупательская способность очень сильно зависит от девальвации нашей валюты. Так вот, за последние пять лет наша страна была в лидерах по девальвации, и в целом покупательская способность падает. То есть, мало того, что становится меньше новых людей на рынке, которые покупают, так они еще стали меньше покупать. Помните такую историю? А ведь она очень близка, потому что, сейчас похоже вам в следующий график, и вы поймете, люди стали меньше покупать, они стали выбирать дешевые товары, и сейчас борьба за каждого покупателя в разы сильнее, чем была 10 лет назад. И вам нужно думать о том, как вам растить лояльную базу и измерять лояльную базу. А NPS – это та самая метрика, которая поможет вам ее измерить. Несколько еще фактов про наш любимый рынок. В первую очередь, падает средний чек, причем падает последние четыре года, до этого он замедлялся, сейчас он ушел в отрицательную зону. Во-вторых, падает покупательская способность. Мы все стали беднее в 2014 году, помните этот момент, когда резко в два раза повысился курс доллара. И то, что сейчас объем заказов примерно одинаковый, это скорее отрежь от этого падения, но это не сигнал о росте. Это все равно еще негативные факторы, которые говорят о том, что россияне стали меньше потреблять и меньше покупать. И чем больше вы будете спрашивать у своих постоянных клиентов о том, что у них было хорошо, а что было плохо, тем больше они будут возвращаться к вам. Но, тем не менее, объем продаж растет на 18% год к году. По данным Data Insight, это наше лучшее агентство по аналитике e-commerce. И у меня вопрос к вам. Ну, наверное, если бы здесь были e-commerce, я спросил бы у них, как растете вы. Но как растете вы? 30% есть год к году? А 20? А кто растет больше, чем на 30% год к году? Никто. Ну вот, а индустрия питания в прошлом году выросла на 31%. В целом, если взять e-commerce сегменты, то питание – это самый быстрорастущий сегмент последние 3 года. Но это и самый сложный сегмент, потому что там факторы успеха, они зависят от скорости доставки и от качества продуктов, и от своевременности, и от клиентского сервиса. Так зачем же нам растить лояльную базу? Лояльная база – это в первую очередь очень большой объем денег, который они генерируют постоянно, и вы не должны в них вкладывать свои средства. Просто они ваши клиенты, они ваши бренд-абассадоры. И мы нашли исследование, которое показывает, что 8% лояльных клиентов могут приносить до 40% выручки. Это хороший безусловный доход, который очень поможет вашему бизнесу в кризисные времена. С другой стороны, измерение лояльности – это то, чем занимаются уже все крупные клиенты. Мы в WorkSimplant обслуживаем и банки, и страховые, и большие e-commerce компании, и все они уже смотрят на то, как их клиенты смотрят на их бизнес. Что было плохого, что было хорошего. А вот с другой стороны, малый бизнес, как мы видим, еще пока не очень пошел в эту историю. Хотя, в принципе, борьба у малого бизнеса за клиента должна быть в разы сильнее. И еще одно исследование, которое мы нашли, доказывает, что экономическая ценность одного лояльного клиента равна примерно 9 обычным клиентам. То есть привлекая одного лояльного клиента и удерживая его, вы сопоставимо выкладываете средства, как будто бы привлекли 9 обычных клиентов. Это тоже очень хорошая разница. Так что такое индекс NPS? Net Promoter Score – это индекс, показывающий соотношение между теми, кто является вашими промоутерами, кто является вашими негативщиками, так называемые. В чем суть его? Вы задаете клиенту один простой вопрос. Какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу услугу своим друзьям и ближнему окружению? Оцените, пожалуйста, это от 0 до 10. И получая ответ, мы формируем некую выборку. От 0 до 6 – это негативщики. Те, кто ответили в этом диапазоне, они явно относятся к вашему сервису очень плохо и, скорее всего, распространяют плохую информацию, и с ними нужно работать. Есть так называемые промоутеры. Моутеры – это те, кто ответили 9-10, и это ваше ядро. Это те самые клиенты, которые дают вам те самые 40% выручки, и они будут к вам возвращаться, они будут чаще делать повторные покупки, и они будут продвигать ваш сервис среди своего социального круга. И есть пассивные, это 7-8, которые ответили ни да, ни нет. И это самая бесполезная аудитория, потому что они настолько нейтральны, что они могут легко перейти к вашему конкуренту, увидев просто лучшую цену. Они могут спокойно уйти как в минус, так и в плюс, и с ними работать надо. Так вот, мы берем среднее значение промоутеров, вычитаем из них среднее значение критиков и получаем цифру NPS. По сути, NPS – это процент вашей аудитории, который стабильно, гарантированно относится к вам положительно, и вы можете опираться на эту цифру, прогнозировать или оценивать текущий статус своей работы. Впервые он был придуман в 2003 году и представлен в статье на Hover Business Review у Фредериха Мрайнхольда. Посмотрим на среднее значение индекса NPS по рынку. Мы вытащили исследование американского рынка, которое показывает спред и среднее значение в зависимости от сектора экономики. Ну, опять же, раз уж мы про ритейл и e-commerce, то посмотрим, что происходит. Видите, оффлайновые супермаркеты хорошо работают с лояльностью, и у них 39, но ритейлеры и сети ресторанов быстрого питания постоянно подвидимы от-за того, что это просто более посещаемые сервисы, у них больше аудитории, поэтому у них больше вариант негативов. А теперь посмотрим на глобальные крутые бренды. Pizza Hut, Starbucks – 77, 78. Amazon, eBay – миллионные посещаемости, десятки миллионов покупок в день – 61,54. Я уверен, что эти ребята знают, что такое индекс NPS, и они умеют с ним работать. Для России, я знаю, нормальный спред – это 30,39. Большинство компаний находятся в этой зоне, поэтому, если вы начнете измерять и попадете в этот спред сходу, то считайте, что у вас все хорошо. Но, опять же, принцип измерения NPS заключается в том, что вы должны измерять его каждый день, каждую неделю для того, чтобы видеть его в динамике. Какие бывают способы измерения NPS? Самый простой, конечно же, это SMS, e-mail. Вы, наверное, часто видели, когда посетили какой-то магазин, какую-то сферу услуг, и вам приходят SMS, e-mail, типа, оцените качество нашего обслуживания, или вам приходят SMS, все ли вам понравилось, ответьте от 0 до 10. Это простой способ, но в то же время он самый неэффективный, потому что он требует от человека действия. Вы должны заставить человека сделать какое-то действие, а он не всегда хочет это сделать, он бывает не в контексте, он бывает занят, он на совещании, на работе, с женой ругается. И часто этот способ дает наименьшую конверсию, но при этом он самый дешевый. Интервью и работа с холл-центрами – это хорошие, понятные способы. Интервью – это оффлайновое интервью. Вы высаживаете там одного-трех студентов с анкетами на выходе из магазина и спрашиваете, что было хорошо, что плохо. Также можно обзванивать холл-центром. Но холл-центр – это дорого, это от 10 рублей за минуту. Интервью в бланке достаточно узкий спред, потому что только оффлайн, только работа напрямую с человеком. Я не уверен, что можно доверить сбору NPS курьеру, который доставил ваш товар. Мы же предлагаем вам измерять NPS робота, то есть полностью автоматизированным сценарием, когда робот звонит человеку в контексте полученной услуги, задает ему простой вопрос, разбирает его ответ и имеет возможность задать вопрос дополнительный, что было не так или в чем был негатив. Робот наш стоит дешевле, чем холл-центр примерно в три раза. Эффективность его по нашим измерениям примерно равна. Не буду врать, конечно же холл-центр пробирается глубже по воронке, но мы за счет ряда факторов даем лучшую конверсию, об этом чуть позже. Давайте все-таки сравним оператора и робота. Еще раз, робот это 3 рубля за минуту, по сути 1 NPS звонок это 1 минута, тогда стоимость работы оператора в аутсорсном ХЦ это минимум 10 рублей за минуту. Дозваниваемость. Что такое звонок человеком? Человек берет задачу, набирает номер телефона, не дозванивается, помещает в контакт, как не дозвон. Потом он забывает про этот звонок, забывает ему перезвонить и так далее. В итоге мы имеем клиента без сбора метрики, в статусе есть понятный ответ, что типа не дозвон и так далее. Мы же дозваниваемся согласно расписанию, согласно программируемому скрипту и понимаем статусы не дозвон, статусы занято, статус автоответчик и все равно мы получим ту оценку от вашего клиента, которая вам нужна. В целом по нашей статистике мы увеличиваем дозваниваюсь на 20% по сравнению с работой обычного контакт-центра. Честные ответы. Это очень хороший параметр, потому что мы заметили, что когда есть негатив, то живому человеку выскочить его очень сложно. Люди немного стесняются, немного в замешательстве находятся, когда у них живой операция, спрашивают, что же было не так. Но когда мы звоним роботам и спрашиваем, что вам не понравилось, нам высказывают все. Про грязные ботинки курьера, про то, что товар был в не очень хорошем виде, про то, что было поздно и так далее, и так далее, и так далее. С роботом люди общаются честнее. Это наша практика. И последний момент – это своевременность звонка, потому что очень важно, чтобы если вы хотите, чтобы человек с вами поделился чем-то личным, он должен быть немного с вами в эмоциональной связке. И как только он получил услугу, эта связка есть. Но как только прошли сутки после услуги, он уже забыл, что он делал. Он забыл, куда он ездил, какую услугу он получал. И ему, конечно же, неохота вам отвечать. И вы не получите никогда честный ответ. Поэтому мы говорим о том, что звонок и измерение должно быть практически в районе часа после оказанной услуги. Часа, сутки, не больше. Таким образом, мы делаем все для того, чтобы конверсия в ответ была больше, тем самым метрика была более полноценна и собрана с большего количества людей. Так выглядит наш сервис. Что мы хотели сделать? Мы много делаем роботов, и в целом Vox Implant делает полтора миллиона роботизированных звонков каждый месяц, и эта цифра растет на десятки процентов год в году. И мы долгое время думали, чем же можем помочь нашим клиентам, потому что очень много клиентов хотят сами изменять сценарий, хотят сами изменить формулировки. И мы сделали для них полноценный сервис, назвали его Smart Halls.io, в котором сделали вот такой вот редактор сценариев, который позволит вам реализовать сценарий звонка любой сложности. Да, он выглядит как сценарий для гиков, но по нашему опыту, в принципе, многие компании уже дошли до того, чтобы делать с помощью собственной звонки. Наш самый любимый пример с коллегами – это гонбольный клуб из Ростова-Ростовчанка, который с помощью нашего сервиса приглашает своих болельщиков на гонбольные матчи и потом опрашивает их после матча, все ли было хорошо, все ли им понравилось, понравилось ли питание и так далее. Мы дали сюда инструменты, которые позволят вам делать любые задачи с вашим звонком. Это работа с записью звонка, с голосом в речь и с текстом в голос. То есть вы можете синтезировать любые фразы, любые обращения, любые вопросы в автоматическом режиме. Вы можете записывать звонок, вы можете отправлять email. Допустим, если вы получили хороший ответ, и вы хотите получать об этом уведомление на email, вы можете кинуть блок email в какой-то из веток звонка и получить себе подтверждение о том, что да, вы получили позитивный ответ или негативный ответ. Вы также можете автоматически переводить звонок на оператора. То есть если человек сказал вам, что он отвечает в районе четверки или тройки, поставил вам тройку, вы можете тут же звонок кинуть на оператора в реальном времени, оператор примет этого человека тут же в момент звонка, обработает его негатив, предложит ему дополнительную услугу, дополнительную скидку и, возможно, свечнет его из состояния негативщиков в нейтральный позитивщик. Наш опыт подсказывает, что такая практика очень хорошо работает в e-commerce, когда e-commerce проект обзванивает сразу после получения доставки своих клиентов и очень быстро ловит негатив какой-то. И этот негатив позволяет очень быстро обследить и допродавать клиенту какой-нибудь товар или услугу. Мы называем это киборгами. То есть в целом наш подход скорее не про то, что измеряете NPS, а измеряете NPS и делать эту работу и максимально эффективный. Наш опыт показал, что человеку нужно делать не более 20% задач, связанных с обработкой входящих и исходящих обращений. 60% задач вполне себе выполняет робот. NPS звонок – это чисто тому пример, потому что для того, чтобы спросить, все ли тебе понравилось и что было не так, не нужен человек. Нужно просто синтезировать этот вопрос и записать ответ, распознать его в текст. Но при условии наступления каких-то негативных сценариев мы всегда говорим переводить людей на роботов, ой, на человека. Потому что человек, конечно же, применит личное общение, представится так, как нужно больше клиенту и скорее всего перевернет его ощущение из негативного в позитивного. Этот опыт подсказывает, пришел к нам даже не из e-commerce, а скорее из банковской сферы и сферы страховых компаний, где измерение NPS – это, собственно, один из немногих инструментов получения обратной связи от качества своих услуг. Итак, подытожим. Мы говорим, роботы уже доступны для всех. С помощью инструмента Smart Holos вы можете настроить сценарий по 2 за 5 минут. И на нашем стенде, на секторе 51, или как там называется, с левой стороны, вы можете подойти, наши специалисты расскажут вам детали про наш сервис, и дадут вам купон на 500 рублей, с которым можете сделать свой первый сценарий и купить свой первый номер. Второй тезис. Измерять NPS нужно постоянно и в реальном времени, потому что если вы получили NPS в хорошем значении сегодня, не факт, что на следующей неделе ваш серверс будет таким же. Массовый сервис – это постоянное измерение и работа над качеством день от дня, неделя от недели. И также мы говорим о том, что хорошие сценарии, запущенные в автоматическом режиме, дают лучшую конверсию, чем работа голосом, чем работа чисто контакт-центра, потому что мы и звоним в моменте, и дозваниваемся, и распознаемся в автоматическом режиме. Приходите на наш стенд, получите подарок, делайте свой NPS звонок. Вопросы? Василий, прошу. Спасибо за такое интро. Расскажите, как мерили честность, как выборка выглядела и какие там цифры получились. Или это просто по ощущениям по вашим было? По ощущениям. Я послушал сотни звонков, я слышал, как люди рассказывают прям вот 5-минутную историю роботу про то, как им сейчас было плохо, потому что негатива много. Понимаете, массовый сервис, он всегда вероятностный. И вероятность того, что и доставка отработает хорошо, и качество товара будет хорошее, и в целом у меня будет хорошее настроение, там очень много всего. Я слушал много записей, и мы даже с какими-то клиентами сравнивали. То есть мы сравнивали примерно NPS по как-то, даже не NPS, но NPS один и тот же. Это скорее прямая обратная речь. То есть ответ на вопрос, а что было не так? Хороший вопрос по поводу того, надо ли представляться роботом или роботом. Наш принцип такой. Мы всегда говорим, что мы робот. И когда ты представляешь себя как робот, ты получаешь… Ну, ты честно говоришь, я робот, я хочу спросить у тебя про качество сервиса. Расскажи, пожалуйста, что было не так. И это обращение давало лучшую конверсию. Были сценарии, когда клиенты нас уламывали, чтобы мы это имитировали под живого человека, но мы все равно рекомендуем представляться роботом. Помните, вот сейчас была презентация Гугла, который показал своего робота, который был как живой человек. О, да. Они же схватили. Вот Гриша у нас был на этой конференции от нашей компании, и, собственно, главный эффект от рынка был в том, что Гугл обвинили в том, что они представились как роботы. То есть вся американская индустрия массового сервиса сказала, что же вы делаете, вы нас обрушите. Или вы говорите, что вы делаете роботы, и робот представляется роботом, либо мы с вами не работаем.